И у вас шашлык будет настоящий, 100% сочный и вкусный. Хочу, чтобы вы приготовили по моему рецептику шашлык на молоке. Вы будете мне благодарны. Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Как и обещала, готовим сегодня шашлык. Шашлык будет очень вкусным, нежным, сочным. Так как скоро майские праздники, я думаю, это видео будет кстати. Итак, начинаем! Нам понадобится, конечно же, мясо. Мясо у меня свиное, 2 кг. Нарезала вот такими кубиками, 4х4. Использовала ошеек, но можно использовать и биток. 2 кг нарезанного мяса. Что нам еще понадобится? Так как у нас шашлык будет на молоке, конечно же, цельное молоко. 1 литр, не меньше. А также подсолнечное масло, 5 столовых ложек. Соевый соус, 2 столовых ложки. Перец с горошком, смесь. А также нам еще понадобится Перец молотый, 1 чайная ложка. Приправа для шашлыка, 1 пачка. А также соль, 1 столовая ложка, не полная. Сахар, 1 столовая ложка. И лук. Лука нам понадобится 200 грамм, можно чуть-чуть больше. Первым долгом нам нужно разобраться с луком. Возьмем лук и нарежем его кольцами. Использую я лук-шалот и белый репчатый лук. Нарезаем кольцами средней величины. Весь лук нам нужно порезать. Оставить 2-3 луковички для того, чтобы натереть на крупной терке. Для чего мы натираем лук? Чтобы он быстрее пропитался и наш шашлычок был намного вкуснее. Лук я нарезала кольцами. И 2 небольших луковички натерла на крупную терку. Что делаем дальше? Берем сначала соевый соус. И заливаем сюда. К мясу поливаем. Соевый соус придаст необычный вкус нашему шашлыку. Теперь подсолнечное масло обязательно. И добавляем специи. Сначала смесь перцев распределяем. Перец молотый. Кто не любит, может не добавлять. Так как наша семья кушает перец хорошо любит, значит добавляем. И, конечно же, приправа к шашлыку. Вот так. Соль. И сахар. Сахар нужно добавлять всегда. Немного, но добавлять. Теперь добавляем лучок. Весь. Все содержимое миски мы хорошо смешиваем на протяжении 5 минут. Чтобы все травки, специи, соевый соус, подсолнечное масло все соединилось и перемешалось. И отдало свои ароматы мясу. А потом уже заливаем свежим молоком. Мариноваться такой шашлык будет не менее 5 часов. Если промаринуется дольше, не беда. У меня в холодильнике такой шашлык может стоять в маринаде неделю. Молоко не скисает. И все прекрасно. А когда хочу, тогда уже делаю шашлык. Вы попробуйте. Такой метод маринования шашлыка вам понравится 100%. Делаем годами. Никогда еще шашлык не был невкусным. Всегда получается аппетитным и сочным. И последний штрих. Заливаем молоком наш шашлык. Молоко через время впитается. И поэтому наш шашлык получится очень сочным. Накрываем крышечкой. И отправляем в холодильник на 5-6 часов. Итак, наш шашлычок уже на мангале. Используем для приготовления шашлыка дрова акации. Они дают хороший жар. Готовится шашлык при постоянном переворачивании 30 минут. И шашлычок будет готов. Главное, чтобы все ингредиенты, которые входили в него, были свежими. И используем, конечно же, молоко. И у вас шашлык будет настоящий. 100% сочный и вкусный. Хочу, чтобы вы приготовили по моему рецептику шашлык на молоке. Вы будете мне благодарны. Посмотрите, у нас уже весна. У нас уже майские праздники на носу. Так и хочется посидеть на природе со своими родными и знакомыми. И скушать очень вкусный, сочный, аппетитный шашлык. Если понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!